Дорогие украинцы, украинки. Дорогие украинцы, украинки. Сегодня весь день идет ликвидация последствий удара российских террористов по нашей Одессе. 19 ракет разных типов, абсолютно специально, чтобы их было сложнее сбить и чтобы нанести больше разрушений. Этой ночью в Одессе один человек погиб, мои соболезнования родным и близким. 20 человек травмированы и среди них четверо детей. 11 лет, 12 лет, двое 17-летних. Всем оказывается необходимая помощь. Я благодарю каждого и каждую, кто с Одессой. Благодарю всех в городе, кто помогает пострадавшим и с разбором завалов. Спасатели и врачи, военные и полицейские, волонтеры и местные власти. Присоединившийся бизнес. Спасибо и всем горожанам, очень важно помогать друг другу и своему городу. Отдельно хочу поблагодарить и тех в мире, кто уже осудил это очередное проявление российского зла. Нельзя допустить, чтобы люди в мире привыкали к террористическим атакам. Мишенью всех этих ракет являются не просто города, села или люди. Их мишень – человечность и основы всей нашей европейской культуры. Этой ночью российская ракета, это была Х-22, противокорабельная ракета, попала в алтарь Свято-Преображенского собора Одессы. Один из самых ценных соборов Украины. В 1936 году его разграбили и уничтожили большевики. Уже в независимой Украине собор был восстановлен. И вот снова террористы пытаются его уничтожить. Всего только этой ночи в Одессе около 50 домов были повреждены, из них 25 – памятники архитектуры. Исторический центр, всемирное наследие, которое взяло под свою защиту ЮНЕСКО. Повреждено издание консульства Греции, и это уже второе консульское учреждение в Одессе, которое задел российский террор. Лишь три дня назад из-за другой такой атаки было повреждено здание консульства Китая. Очевидно, все это глобальная угроза. Уничтожение городов, уничтожение культуры, уничтожение портов, имеющих фундаментальное значение для продовольственной безопасности мира. Не было еще таких террористов, которые смогли бы победить мир. И у этих кремлевских безумцев тоже не получится. Свято-Преображенский собор в Одессе будет, обязательно мы все восстановим. Кстати, я благодарен Италии, госпожа Джорджа Мелони, депутатам итальянского парламента и всему обществу Италии за обещание помочь с восстановлением исторических памятников Украины. Главное, что, несмотря на любые попытки сломать наше государство и наших людей, мы четко знаем, у нас, у Украины есть будущее, потому что мы защищаем культуру и человечность. Россия же своим террором приближает только одно – свой демонтаж из истории. И еще одно. Мы уже начали готовиться к следующей неделе. Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту. Я благодарю Генсека НАТО, Йенса Столтенберга, за оперативный созыв первого заседания Совета Украина-НАТО. «Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата, уже в эту среду состоится заседание. Готовим его с содержательным. Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров. Все, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия. Рецепт окончания войны очевиден. Все зависит от единства и решительности всех ценящих свободу, культуру, жизнь. Спасибо всем, кто помогает Украине. Спасибо всем в Украине, кто заботится о ближнем. Слава нашим воинам. Слава Украине!